Всем привет, с вами VJDim и мы продолжаем играть в FunRake. Так, интересный довольно-таки сериальчик. Кто не видел предыдущие серии, обязательно гляньте. И я уже вижу, что здесь можно проверить отпечатки пальцев. И эту штучку-бумажку, понятно. Я, честно говоря, не совсем помню, на чём мы с вами остановились, но более-менее помню. Отпечатки пальцев мы с вами... Так, ёёшка нам нафиг не нужна. О, телефон. Нет, погоди, это... Вот это ж наш, да? Валенти. Алло, Карло, это Гаррет. Я звоню, чтобы сказать, что я отправил тебе результаты анализа отпечатков пальцев с той ручки. Одни уже должны быть в твоём имейле. Отлично, спасибо, Гаррет. Я сейчас посмотрю. Тебе отправили список адресов, по которым такси доставляли пассажиров с улицы, на которой расположена закусная в ночь убийства. Он должен прийти по факту. Спасибо. Пока. Пока. Наш убийца, по совместительству в один из главных героев Лукас, походу попался по самые помидоры, ребята. Там реально, ну, она нашла и ручку, и отпечатки. То есть там, ну, пипец. Просто пипец. Его уже не знаю, что спасёт. Честно. Вообще без понятия. Она ещё есть в досье, да? На него. Список сотрудников банка Незер энд Джонс. У нас есть имена, адреса и фотографии всех, кто там работает. Вот папка Кейна. Правда ли, что он преступник? На. Запомним, уберём. Ой, пипец. Я не знаю, я... Честно, мне интересно, как он выберется из этого. Вот реально, как он выберется из этого? Изучим. Список адресов, по которым такси развозили пассажиров в ночь убийства. Если убийца уехал на такси, тут может быть его адрес. Так, связь. Нет, эти две улики никак не связаны. Серьёзно? А ведь он же на такси уехал. Или он пришёл к себе домой, что ли, поехал? А, привет, Карло. Я увидел, что горит свет, поэтому решил зайти поздороваться. Рада тебя видеть, Мартин. Ночью здесь спокойнее. Это помогает мне лучше соображать. Я задержусь ещё минимум на час. Нужно напечатать чёртовы рапорты. Заходи, если соскучишься по торопам. Он видел его лицо. Не доскрейся, Мартин. Почему она не может показать ему папку с лицами этих сотрудников, раз она его подозревает, и проверить у этого копа? Вот здесь вот лицо Лукаса Кейна. Он знает его. Просто если она думает, что он убийца, показать этому копу, который присутствовал на месте преступления, лица всех подозреваемых. Вот, ну, логически, правда? Почему она не может этого сделать? Нет, она лежит с папкой, сидит с папкой лиц, и, нет, нормально. Ничего никому не показала, ничего никому не сказала. Очень странно. А-а-а, смотрите-ка, она начинает хотеть спать. То есть тут особо слакать-то не получится, надо делать всё быстренько. Она начинает хотеть спать, из-за этого у неё накапливается стресс. Давайте попьём водички, потом смотаемся там, попьём кофе, если что. Это даст нам пятёрочку, да? Да. В принципе, когда хочешь спать, попить воды, мальца может тебя приободрить. Так, хорошо. Давай возьми тогда отпечатки пальцев. Изучи. Отпечатки убийцы с орудия убийства. И запомню. Теперь сходи на e-mail, посмотри. И там сравни отпечатки пальцев. Я понимаю, что это делается так. Я до конца не уверен, но, наверное, это делается так. Не просто так мы запоминаем. Хотя странно, что такси и прочее, там адреса же, он же поехал домой. Там адрес его указан в такси. И тот же адрес указан у неё в папке. Почему она сказала, что это не связано? Отпечатки Лукаса Кейна. Это очень странно. У-у-у, жопа. Всё, всё, всё. Это... Нет никаких сомнений. Отпечатки из ресторана и наручки принадлежат одному человеку. Я нашла первую связь. Чтобы доказать, что Кейн тот, кто нам нужен, потребуется ещё одна. А разве такой гигантской связи, как отпечатки повсюду и... Его кровяга и прочее, это... Но... Даже не знаю, блин, даже не знаю, как он выпутается. Ой, не то выбрал. Убери пока что. Блин, реально, я понятия не имею, как он из этого выберется. Так, изучи. Список звонков, сделанных с установленного в ресторане телефона в ночь убийства. Возможно, один из этих звонков сделал убийца. Я не помню, чтобы звонил куда-то наш главный герой. Запомни. Правда, я, честно говоря, пока понятия не имею, как это нам поможет запомнить. А, погоди, а может он такси вызывал? Не, ну он же вроде бы, когда выбежал из этой самой, он ничего не вызывал. Вряд ли. Ну честно, ну вряд ли. Нет, ничего не выйдет. Да, потому что он никуда не звонил. Он выбежал просто так на Абум и нашел такси просто так на Абум. Поэтому сфигали, в принципе, это должно выйти. Так, давай запомни это. И... Блин, я, честно говоря, даже не знаю. Ну, какой бы хрен адреса помогли здесь. Попробуем, что бы нет. Но вряд ли. Эти улики никак не связаны. Да, да, да. Ну попробовать стоило, мало ли. Так, погоди, погоди, погоди. А это что такое? И... Зачем я это взял? А, погоди, я, наверное, понял, зачем я это взял. Блин. Да, 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 девочка. Стой, 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 стой. Хватит, хватит, хватит. Дай мне поуправлять тобой. Это звучит довольно двояко. Эм... Положи. Подойди к этой штуке. Нет. Да. Возьми вот этот портрет. Изучи. Фоторобот убийцы. Теперь запомни. Он нихрена на него не похож. Но я действительно старался сделать. Я вот что-то как-то не заметил. Там еще и щетина. Я, блин, не заметил у нашего что-то главного героя щетину в предыдущий раз. Ты же можешь теперь заново взять ту фотографию? Которую только что-то, блин, в руки брала. Эй. Ну какого хрена, ну? Ты только что... Девочка. Твою мать. Серьезно, ну... Есть что-то общее. Однако этого мало, чтобы что-то доказать. Вообще-то, на самом деле, очень странно. У нее уже есть отпечатки пальцев. Как она... Зачем мы вообще можем эту фотку брать? Давайте подумаем. Зачем мы можем брать эту фотографию? Эту фотографию мы можем... Я понятия не имею. Можно пойти в туалет сходить. Не знаю. Честно, не знаю. Ладно, погуляли с фотографией. Показали ему кабинет. Через фотографию. Знаете, есть люди, которые там с фотографиями говорят. И хрен его знает. Да нет, нам это нафиг не сралось. Давайте еще раз сядем за ее компьютером. Может там что-то хорошего. Но она уже, в принципе, сказала, что... Отпечатки пальцев совпали. Ну, попробуем посмотреть, может, что еще интересное. Изучить, запомнить. Давайте изучим. Отпечатки Лукаса Кейна. Хорошо. Запомнили. Но с отпечатками мы уже тему проходили. Давайте тогда попробуем вот эту. Если он отрывал от нее этот маленький кусочек в закладку, то там, по идее, тоже должны иметься его отпечатки. Эти улики ничего не доказывают. Да, блин. Так. Что-то я в тупике. Наверное, знаете, все очень очевидно, а я как идиот бегаю туда-сюда. И не нужно говорить, почему как. Блин. Давай еще раз запомни и попробуй теперь наоборот. Вот эти отпечатки, приравнять их к тем отпечаткам. Я пробовал по-другому, а сейчас попробуем так. Мало ли она что-то новенькое нам скажет. Давай, девочка, где тут эти отпечатки? Ой, да не гоня... Да почему? Какого хрена она не может... Все. Здесь она отпечатки видеть уже не может. Чего-чего-чего? Чувствую я, что закончится это, походу, раньше, чем я догадаюсь. Вот, во-во-во-во-во-во-во-во, где? Вот тут. Клочок бумаги, который убийца использовал в качестве заклада. Я понял. Но... Эти улики ничего не доказывают. Да, 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 эти улики ничего не доказывают, но я вот тут подумал об одной вещи. Запомню. Почему она может запомнить только две вещи? Нет, эти улики не подходят друг другу. Да почему? Да это же та хрень, которую она взяла у него из ящика. Разве нет? Книга Шекспира, обнаруженная под столом в закусочной. Хм. Так. Хорошо. Отпечатки. Но они же должны... Нет, эти улики не подходят друг другу. Он трогал эту книгу, блин, руками. Да ёкало мэне, ну... Как это не подходит? Он трогал их руками, эти вещи. Там отпечатки повсюду. На каждой странице, блин. Если он пальцы слюнявил, то там ещё и слюни его. Может, и он ещё что делал между страницами. Некоторые люди поймут, о чём я. Как заплатку... Заплатку, блин, закладку. Нет, эти две улики никак не связаны. Так, хорошо. Меня начинает потихоньку пригорать. Давай ты, блин, выйдешь и копьёшь кофе. Я бы тоже не отказался попить кофе. Так. Давай, чувачок, может ты чё хорошего скажешь? Я размяться хотела. Всё хорошо, Мартин. Всё будет хорошо только тогда, когда я разгребу эти чёрта в бумажке. Слушай. Она не может показать ему лицо. А может, это я могу сделать? Гениально. Вот нахрена там фотка. Надо посмотреть. Сбегать. Вот нахрена она может ходить с фоткой. Блин, если это действительно так, то это круто. Хоть сдвинулись с мёртвой точки. Так, девочка. Стой. Такая как пьяная, знаете, бегает. Такая подбежала, встала, встала, пробежала, встала. Так. Давай, возьми фотку. И сходи к этому копу, покажи лицо Лукаса. Это убьёт Лукаса, блин. В прямом переносном смысле слова. Покажи ему фотку, блин, и спроси, этого чувака он видел или не этого. И, походу, Лукас станет бегать. Пи-пи-пи-пи-пизда. Тра-та-та Убийца из обегаловки Лукас Кейн Нужно немедленно сказать Тайлеру По-по-по-по-по Полная Ох, жестяк-жестяк Давай звонить Тайлеру Я теперь думаю, что Лукасу остается только бежать Бежать, блин, без оглядки На самом интересном моменте, да? А вы там даже не шевелитесь, ребят Вы в курсе, что вы просто прилипли к друг дружке Словно клеем намазались? Ладно, не важно Извини, детка, нужно ответить Может быть что-то важное Тайлер, нет Я б не отвечал Честно, я б не отвечал Ладно, хорошо Раз ты такой прям честный, то надо ответить Привет Тайлер, его нашли Я выезжаю И почему я думаю, что она кинет этого Тайлера нахрен в конце концов Потому что это пипец Тайлер, я тебя предупреждаю Если ты сейчас уйдешь, я тебя не прощу Я быстро, детка Все, отбыви немного шампанского Ты даже не заметишь, как быстро я вернусь Извини, Сэм, но это действительно важно Ну, она сама виновата Я тебе не нужна Ой, господи, бабы Она сама виновата? Я не понимаю Дело плохо Полиция наступает Она же знала, что закопа шла Они еще вернутся И в следующий раз они меня возьмут Агата моя последняя надежда Похоже, она понимает, что со мной происходит Надеюсь, на этот раз она ответит на мои вопросы Она же знала, что она Ну, замужем за копом Она знала, к чему готовиться Если не знала, кой хер И сразу истерич Я тебе не нужна Да, блин, у него дела Работа, ё-моё Девушки, не делайте так К сожалению, все девушки так делают В той или иной степени Ладно Я не сексист, если что Но все же Мы вернулись с вами в очень замечательный интерьер И... Агата Агата, это Лукас В предыдущий раз мы нашли ее в спальне И почему я думаю, что сейчас все станет не так Классно, как в предыдущий раз Кто-то выпрыгнул из окна У-у-у Сэр, мне нужно узнать ваше имя, чтобы записать ваше сообщение Сэр, на ряд полиции будет у вас через несколько минут Сэр, вы меня слышите? Короче, этот маг, походу Дабы никто ни хрена не догадался У-у-у Даже так, да? Дабы никто ни хрена не догадался И он не узнал, что с ней произошло Прибил Агату Он также пытался прибить и Лукаса Но Лукас Лукасу повезло, что Маркус его спас А вот Агате, походу, не повезло Ее убили Она была единственной, кто мог мне помочь Единственной Да, и ты, между прочим, еще до хера отпечатков пальцев оставил Тебя теперь, чувак, просто полностью повяжут еще и в двух убийствах Она что-то мне оставила Ответ может быть где-то тут Быстро у меня есть пару минут, чтобы обыскать ее квартиру, пока не приехали копы Причем она звонила же Что тебя сюда привело, юноша? Че? Это, блин, кто сейчас сказал? Почему так что услышал фразу Ладно, не важно Так, что она могла нам оставить? Ящик заперт Скорее всего Мы можем найти, наверное, где-то ключ Но, блин, я первый раз Я точно нихера не найду Первый раз в этой сцене И чтобы она могла оставить нам в ванне Свои грязные трусы, что ли? Вот, посмотри, братиш, вот мои грязные трусы Пофетишируй на них? Блин, нет На хрен я в ванну приперся Правда, что Какой дебил станет обыскивать в ванну Хотя Почему нет? Ну-ка, хрен его знает Она могла оставить, знаете, где? Там, где птицы Блин, вот это интерьер, конечно Кипец Сразу открываешь дверь Там башка, короче И Вороны Супер вообще Она в предыдущий раз Просила нас прийти сюда К птицам Наверное, здесь Она действительно могла нам что-то оставить Блин, в какой-то из клеток Или в этом так называемом сундуке Это, блин, корм для птиц? В мешочке с кормом лежит ключ Да я просто красавчик Так, а вот бы ты еще пошустрее все это делал Да на кой хрен ты его закрываешь, господи Если бы я знал, что тут уже едут копы Я бежал бы в припрыжку А он тут еще два часа открывает Закрывает дверь Ты, блин, серьезно? Ты, блин, лучшего Времени не нашел? Ай, да давай ты шустрее Ё-моё, я так переживаю Словно я в этой гребаной комнате Погоди, ты серьезно? Такая-то ключ не от ящика, что ли? Ё-моё, да ты что гонишь? От чего он? Тут нет ни хрена, кроме этого ящика Ящик же заперт Твою мать Ты, блин, ты издеваешься надо мной? Ящик заперт Я взял ключ Я думал, что этот ключ от него От чего он еще? Открой, гребаный Твою мать Не, ну ты серьезно У нас еще есть 30 секунд, блин, я не знаю Даже меньше Ну Не знаю, что она ему оставила Но я взял ключ Может он в будущем пригодится Но он ящик не захотел открывать Наверное мы могли что-то найти Но я не знаю, ребята Я Не знаю Но все же, наверное, мы не зря взяли этот ключ Наверное он просто не ящик отпирал Либо надо вначале найти ключ А потом подойти Чтобы эта функция отпирания ящика Ну а смотрите, его не исчезала Я хрен знает Но это нелогично Чего он второй раз не может ящик посмотреть О, он смотрит на этого мужика С классным маникюром Ну да, да Я так и подумал, что этот сейчас станет убивать кого-то еще Ну а что там, свою силу что ли подпитывает этим убийствами или что? Зачем он это вообще делает? Маленькая Альма Наконец-то мне удалось сложить вместе все кусочки головоломки Осталось только арестовать убийцу Капитан Джонс дал нам все, что мы просили Теперь ему от нас не уйти Но по идее сейчас его дома нету И он, наверное, знаете, придет, короче, домой Увидит копов и Пойдет в бега Ух, нихера у тебя, Диггл Неплохо так-то Девочка, он тебя не унесет нахрен с отдачей Хотя ты у нас спортивная Я помню, как ты Ниги наваляла Прямо по самой помидорке Нам дадут пострелять, нет? Хотя там не в кого стрелять Там нет никого дома Сначала пойду я Прикрой меня Окей Ну давай И оперной бабой Это еще что за херня? Прикрой меня Я проверю комнаты Это у нас дома, пока мы отсутствовали? А, горничной платить не стоило Я так и знал, а Ладно Мы-то с вами знаем, что никого у нас тут нет Хотя, знаете, учитывая то, что нам кто-то нарисовал эти пятнограммы То И окна, смотрите, забили прям вообще полностью То не исключено, что дома может тот и есть Так, девочка Ты можешь проверить его компьютер, нет? Не можешь? Там в дотку порубиться, я не знаю Лесплей записать, нет? Ну ладно Судя по всему, она не хочет Либо не любят летсплей, либо не умеют их записывать Так, хорошо Че там написано? Ну, походу там Трое Ладно, не станем это читать Как бы кого-то не вызвать случайно Так, что у нас тут? Никаких бонусов и прочего у нас нету Да и комната-то тут всего одна И ванная Стой А почему ты не хочешь ее открывать? Вау Мы его упустили Теперь он в бегах Знаете, я когда нанимал тех рабочих для Для евро-ремонта Я не думал, что они сделают вот такое И этот дизайн рогаты Походу поработал над хатой Лукаса Блин, ну Самый прекрасный интерьер, который я только видел в своей жизни Это просто зачет Он бежит по улице Карло, что мне делать? Задержите его, мы едем Лукас бежит по улице? Серьезно, что ли? Тем временем Все повторяется Кого-то убили Глазами Лукаса Я все видел Как будто сам был там Агата мертва И кто же объяснит мне, что происходит? А, он у нас Просто увидел это все Телек? А я не посмотрел телек Ну понятно Сейчас он и пизделей даст Они меня нашли Остаток своих дней я буду гнить в тюрьме И так и не узнаю, что произошло на самом деле Да нет, 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 братиш Я не могу этого допустить Давай, ты сейчас их надерешь Потому что ты Просто, блин, как Нео, реально Я же говорил Пипец Я помню, как он Мутузил грушу Поэтому Я более чем уверен Что этих копов Он размотает Крайне просто Так, опять Трайкарди нажимает На эти кнопочки И у нас, кстати говоря Только три жизни Ух, нихера себе Да мы еще и от пули Ворачиваемся Ну и вот чем не матрица Ну реально Чем, блин, не матрица Самая настоящая матрица Интересно Копа не прихерили От того, что увидели Лукас Беги, мать твою Оттуда Беги Фейлиться нам, ребят Нельзя У нас довольно мало Жизни на самом-то деле У нас всего Три этих Крестика И это довольно мало Так, тихо Я реально извиняюсь Что я В такие Моменты Могу как-то Разговаривать странно Или молчать Но, блин Это такой момент Когда надо реально Сосредоточенно нажимать На эти кнопочки И я нихрена Не вижу картинку Что самое забавное Я все это время Просто тупо Слежу за этими кнопками Я вижу картинку Только так Знаете Ну Не знаю Краем глаза Какая неудача Я тыкал на клавиатуру Как бешатый What the fuck Вот Кстати говоря Вот эта хреновина Она не всегда Как-то правильно работает Что ли Я помню Я уже в предыдущий раз Когда нажимал На эти кнопки На эту клавиатуру Вот таким макаром Тоже не срабатывало И у нас осталось Только два Между прочим Блин, зараза Я ведь нажимал Нормально Почему неудача-то? Нихера себе Я думаю Да Они после этого Точно прифигели Такое они Каждый день увидишь Даже так, да? Ты видела, что он сделал? Черт, вот дает Нужно его поймать В следующий раз Он от нас не уйдет А вас вообще Как бы не удивило, да? То есть они такие Типа Ты видела, что он сделал? Он всего лишь Запрыгнул на мост Там метров Пятнадцать, короче После этого Он запрыгнул на поезд С сальтом назад На едущий На Несущийся поезд Его надо поймать Блин, я бы если такое увидел Я бы подумал, что ловить его Наверное, вообще не стоит Ну нахер такое Так, ну Что? Мы с вами один раз Просрали одну жизнь Я, честно говоря Реально нажимал нормально Я не знаю Какого хрена Предыдущий раз Один раз То же самое Фигня произошла Ладно Карла Участок Три куртки Замшевые Три магнитофона Все Блин, украдено Карла Ой, Тайлер Е-мое Я случайно Мы должны были взять его Без всяких проблем Но этот парень Творил там невероятные вещи Этот Кейн Не так прост Как мы думали Стоило Карли Потому что И что вы мне тут пытаетесь доказать У Тайлера и так стресс от его жены Это ваше оправдание Вы серьезно думаете Что я куплюсь на эту чушь? Да Мы недооценили Кейна В этом нет сомнений Мы знали, что он опасен Но не настолько Чтобы вырубить опытных вооруженных Распределим стресс между ними И избежать, уцепившись за вертолет Чихал я на ваши отмазки Когда пресса узнает Что Кейн Ускользнул у нас Из-за вас из-под носа Они сделают из меня посмешище А мэр Придет по мою душу Ну что План у вас есть Вы знаете где он? Раз они сделают из тебя посмешище Сам бы шел Сам бы все это делал Мать твою Командир херов Мы обыскиваем его квартиру Дюйм за дюймом И допрашиваем его знакомых Он не сможет прятаться вечно Я хочу, чтобы задницу Кейна Искали все свободные сотрудники Я хочу, чтобы его поймали Не позднее, чем через 48 часов Вы поняли? Нужно его посадить Пока он не решился на еще одно убийство А теперь проваливайте А, и про прачечную Они подумают, что это сделал Кейн Скорее всего Потому что Карло, я тебя искал Все схоже как бы Мы нашли отпечатки Кейна В квартире, где был обнаружен Труп пожилой женщины Это еще не все А я говорил В прошлой ночью в прачечной Произошло двойное убийство Одна из жертв была убита Ударом, нажав сердце Гаррет уже там Он тебя ждет Сейчас все на Кейна повесит Сейчас Кейн станет отвечать За все, что, блин, только есть То, что он делал То, что не делал И то, что еще даже Не сделал И не сделает На него повесят вообще все Что только можно повесить Ладно, ребята Я думаю, на этом закончим Данную серию Потому что экшена в ней Довольно много И я, наверное, сразу запишу вторую Чтобы Ну, как-то почаще выкладывать их У меня, к сожалению Просто не хватает времени Записывать прямо очень часто Так что я делаю Довольно большие перерывы Между записями Все, ребята Надеюсь, данная серия вам понравилась Она и правда весьма насыщенная Так что ставьте лайки Делитесь с друзьями Всем удачки Всем счастливо Всем покедова